Мечты Мечты Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеет у каждого обродяга Это маленький, тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица Брови у него жидкие, взгляд покорный и кроткий, усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалил за 30 Он шагает несмело, согнувшись и засунув руки в рукава Воротник его немужицкого, драпового, с потертой ворсой, приподнят до самых краев фуражки, так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет божий Говорит он, заискивающим тенорком, то и дело покашливает Трудно, очень трудно признать в нем бродягу, прячущего свое родное имя Скорее это обнищавший, забытый богом попович-неудачник, прогнанный за пьянство песец, купеческий сын или племянник Попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притча о блудном сыне Быть может, судя по тому тупому терпению, с каким он борется с осеннею невылазной грязью Этот фанатик, монастырский служака, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий жития мирно и безгрешно И не находящий, ходики давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли Впереди них сажен пять грязной черно-бурой дороги Позади столько же, а дальше, куда не взглянешь, непроглядная стена белого тумана Они идут, идут, но земля все та же, стена не ближе и клочок остается клочком Векнет белый угловатый булыжник, буерак или охапка сена, оброненная проезжим Блеснет ненадолго большая мутная лужа, а то вдруг, неожиданно, впереди покажется тень с неопределенными очертаниями Чем ближе к ней, тем она меньше и темнее, еще ближе и перед путниками вырастает погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой Или же жалкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев Один листок сорвется и лениво полетит к земле А там опять туман, грязь, бурая трава по краям дороги На дрове вистут тусклые недобрые слезы Это не те слезы тихой радости, какими плачет земля, встречая и провожая летнее солнце И какими поет она на заре перепелов, дергачей и стройных длинноносых кроншнепов Ноги путников вязнут с тяжелой, олипкой грязи Каждый шаг стоит напряжение Андрей Птах несколько возбужден Он оглядывает бродягу и силится понять Как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени Да ты православный, спрашивает он Православный, кротко отвечает бродяга Ммм, стало быть, тебя крестили? А тут как же, я не турок И в церковь я хожу, и говею И скоромного не кушаю, когда не велено Лиригею я исполняю в точности Ну, так как же тебя звать-то? А зови, как хочешь, парень Птаха пожимает плечами и в крайнем недоумении хлопает тебя по бедрам Другой же Сонский, Никандр Сапожников, солидно мычит Хм, хм, он не так новин, как Птаха И, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя Поразительное лицо его холодно и строго Он шагает особняком Не снисходит до праздной болтовни с товарищами И как бы старается показать всем, даже туману, свою степенность и рассудительность Бог тебя знает, как об тебе понимать надо Продолжать приставать Птаха Мужик не мужик, барин не барин А так, словно середка какая На медне в пруде я решета мыл И поймал такую вот с палец гадючку с зебрами и хвостом С первоначала думал, что она рыба Потом гляжу, чтоб ты сдохла Лапки есть Не то она рыбина, не то гадюка, не то черт ее разберет, что она такое Так вот и ты Какого ты звания? Я мужик крестьянского рода Уздыхает бродяга Моя маменька из крепостных дворовых были С виду я не похож на мужика, я точно Потому мне такая судьба вышла, добрый человек Моя маменька при господах в нянюшках жили И всякое удовольствие получали Ну а я плоть и кровь ихняя При них состоял в господском доме Нежели они меня баловали и на ту точку били Чтобы меня из простого звания в хорошие люди вывезти Я на кровати спал, каждый день настоящий обед кушал Врюки и полусапожки носил на манер какого дворянчика Что маменьки сами кушали, тем и меня кормили И господа на платье подарят, а они меня одевают Хорошо жилось Сколько я конфетов и пряников на своем ребячьем веку перекушал Так это ежели теперь продать можно хорошую лошадь купить Грамоти меня маменькой обучили Страх божий с испольства внушили И так меня приспособили, что я теперь не могу никакого мужицкого Неделикатного слова сказать И водки, парень, не пью И одеваюсь чистой, и могу в хорошем обществе себя содержать В приличном виде Коли еще живы, то дай бог им здоровья А ежели померли, то упокой, господи, их душечку в царство твоем Иди же, праведные упокоятся Бородяга обнажает голову, старчащая на ней редкой щетинкой Поднимает кверху глаза и осеняет себя дважды крестным знамением Пошли ей, господи, место злачное, место покойное Говорит он протяжным, скорее старушечем, чем мужским голосом Научи ее, господи, рабу твою, Ксению, оправданием твоим Ежели б не маменька любезная Быть бы мне в простых мужиках без всякого понятия Теперь, парень, о чем меня не спроси Я все понимаю И светское писание, и божественные всякие молитвы И катехизит, и живу по писанию Людей не забежаю, плоть содержу в чистоте и целомудрие Посты соблюдаю, кушаю во благовремени У другого какого человека только и есть удовольствие, что водка и горлобесе А я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку Читаю и все плачу, плачу Чего ж ты плачешь? Пишут жалостно За иную книжечку птачок дашь, а плачешь и стенаешь до чрезвычайности А дед твой помер? Спрашивает птаха Не знаю, парень Не знаю я своего родителя Нечего греха таить Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконорожденный детем Моя маменька и весь свой век при господах жили И не желали за простого мужика вытеть Ха, и на парина налетела Успехается птаха Не соблюли себя точно Были они благочестивые, богобоязненные, но девства не сохранили Оно, конечно, грех, великий грех, что и говорить Но зато, может, во мне дворянская кровь есть Может, только позвоню я мужик А в естестве благородный господин Говорит все это благородный господин тихим слащавым тенарком Морща свой узенький лобик и издавая красным озявшим носиком скрипящие звуки Птаха слушает, удивленно косится на него И не перестает пожимать плечами Бродя верст шесть, соцкие и бродяк садятся на бугорке отдохнуть Собака и тебя свое колечко помнит Бормочет птаха Меня звать Андрюшка, его, Ликандра У каждого человека свое святое имя есть И никак это имя забыть нельзя Никак Кому какая надобность мое имя знать Вздыхает бродяга, подпирая кулачком щеку И какая мне от этого польза Ежели б мне дозволили идти, куда я хочу А то ведь хуже теперешнего будет Я, брат с православным, знаю закон Теперь я бродяга, не помнящий родства И самое большее, ежели меня восточную Сибирь присудит И тридцать, не то сорок плетей дадут А ежели я им свое настоящее имя и звание скажу То опять они меня в каторжную работу пошлю Я знаю А не, что ты был в каторжной работе? Был, друг милый Четыре года с бритой головой ходил и кандалы носил За какое дело? За душегубство добрый человек Когда я еще мальчиком был Это годов восемнадцати Маменька моя по нечаянности барину Замес соды и кислоты мышьяку в стакан всыпали Коробок разных в кладовой много было Перепутать нетрудно Бродяга вздыхает Покачивает головой и говорит Они благочестивые были Но кто их знает Чужая душа, дремучий лес Может по нечаянству А может не могли в душе своей той обиды стерпеть Что барин к себе новую слугу приблизил Может нарочно ему всыпали Бог знает Мал я был тогда и не понимал всего Теперь я помню Что барин действительно взял себе другую наложницу И маменька сильно огорчились Почитая нас потом Года два судили Маменьку осудили на каторгу на двадцать лет Меня за мое малолетство только на семь А тебя за что? Как пособника Стакан-то барину я подавал Всегда так было Маменька приготовляла соду А я подавал Только, братцы, все это я вам по-христиански говорю Как перед Богом И вы никому не рассказываете Ну, нации спрашивать никто не станет Говорит Птаха Так ты, значит, бежал с каторги, что ли? Бежал, милый друг Нас человек 14 бежало Дай Бог здоровья Люди и сам бежали И меня с собой прихватили Теперь ты рассуди, парень, по совести Какой мне резон звание свое открывать Ведь меня опять в каторгу пошлют А какой я каторжный Я человек нежный, болезненный Люблю в чистоте и поспать, и покушать Когда Богу молюсь Я люблю лампадочку или свечечку засветить И чтобы кругом шуму не было Когда земные поклоны кладу Чтобы на полу насоренное и наплеванное не было А я за маменьку 40 поклонов кладу утром и вечером Мородяга снимает фуражку и крестится А восточную Сибирь пущайся лают Говорит он Я не боюсь Внешне это лучше Совсем другая статья В каторге ты все равно, что рак в лукошке Теснота, давки, толчая, духу перевести негде Сущий ад Такой ад, что и не приведи царицы небесные Разбойник ты, и разбойничай тебе честь Хуже собаки всякой Не покушать, не поспать, не Богу помолиться А на поселение не то На поселение первонаперво я к обществу припишусь На манер прочих По закону начальства обязаны мне пай дать Да Земля там рассказывать нипочем Все равно как снег Бери сколько желаешь Дадут мне, парень, землю И под пашню, и под огород, и под жилье Стану я, как люди Пахать, сеять, скот Заведу и всякое хозяйство Пчелок, овечек, собак Кота сибирского Чтобы мыши и крысы добра моего не ели Поставлю сруб, братцы Образов накуплю Бог даст, оженюсь Деточки у меня будут Бродяга бормочет и глядит не на слушателей А куда-то в сторону Как ненаивно его мечтание Но они высказываются таким искренним Задушевным тоном, что трудно не верить им Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой А все лицо и глаза и носик застыли И отупили от блаженного предвкушения далекого счастья Зодские слушают и глядят на него серьезно Без участия Они тоже верят Не боюсь я, Сибири Продолжает бормотать бродяга Сибирь, такая же Россия Такой же бог и царь Что и тут Так же там говорят по-православному Как и я с тобой Только там приволье больше И люди богаче живут Все там лучше Там шли реки, к примеру, взять Куда лучше тут шли Рыбы, дичины этой самой Видимо-невидимо А мне, братцы, наипервейшее удовольствие Рыбку ловить Хлебом меня не корми А только дай с удочкой посидеть Я и богу Ловлю я и на удочку, и на жерлицу И верши ставлю А когда лед идет А медкой ловлю Силы-то у меня нету Чтоб на медка ловить Так я мужика за пятачок нанимаю И господи, что оно такое за удовольствие Поймаешь налима или головля какого-нибудь Так словно брата родного увидел И скажи, пожалуйста Для всякой рыбы своя умственность есть Одну на живца ловишь Другую на выползка Третью на лягушку или кузнечка Все ведь это понимать надо К примеру сказать налим Налим рыба неделикатная Она и гершак хватит Щука пескаря любит Шели шпер бабочку Головля, ежели на бырком месте ловить То нет лучше и удовольствия Пустишь леску Сажени в десять без грузила С бабочкой или с жуком Чтобы приманка поверху плавала Стоишь в воде без штанов И пускаешь по течению А головль терк Только тут так норовить надо Чтобы он проклятый Приманку не сорвал Как только он чигнул тебе за леску Так и подсекай Нечего ждать Страсть Сколько я на свое веку рыбы переловил Когда вот в бегах были Прочие арестанты спят в лесу А мне не спится Норовлю к реке А реки там широкие Быстрые Берега крутые Страсть По берегу все леса дремучие Деревья такие Что взглянешь на маковку И голова кружится Ежели по тутошким ценам То за каждую сосну Можно рублей десять дать Под беспорядочным напором грез Художественных образов прошлого И сладкого предчувствия Счастья Жалкий человек умолкает И только шевелит губами Как бы шепчать самим собой Тупая блаженная улыбка Нисходит с его лица Соцкие молчат Они задумались И поникли головами В осеннюю тишину Когда холодный суровый туман Земли ложится на душу Когда он тюремной стеною Стоит перед глазами И свидетельствует человеку Об ограниченности его воли Сладко бывает думать О широких, быстрых реках С привольными, крутыми берегами О непроходимых лесах В безграничных степях Медленно и покойно Рисует воображение Как ранним утром Когда с неба еще Не сошел румянец зари И по безлюдному крутому берегу Маленьким пятном Пробирается человек Вековые мачтовые сосны Громоздящиеся террасами По обе стороны потока Сурово глядят на вольного человека И угрюмо ворчат Корни, громадные камни И колючий кустарник Заграждает ему путь Но он силен Плотью и бодр духом Не боится ни сосен Ни камней Ни своего одиночества Нераскатистого эхо Повторяющего Каждый его шаг Сотские Рисуют себе Картины вольной жизни Какую они никогда не жили Смутно ли Припоминают они Образы давно слышанного Или же Представления о вольной жизни Достались им в наследство Вместе с плоти и кровью От далеких Вольных предков Бог знает Первый Прерывает молчание Никандр Сапожников Который доселе Не проронил Еще ни одного слова Позавидовал ли он Прозрачному счастью Бродяге Или может быть В душе почувствовал Что мечты о счастье Не вяжутся С серым туманом И черно-бурой грязью А только он сурово Глядит на бродягу И говорит Так-то оно так Все оно хорошо Только брат Не доберешься ты До привольных местов Где тебе Лерст 300 пройдешь И Богу душу отдашь Ишь ты какой дохлый Шесть лерст прошел Только А никак отдышаться Не можешь Бродяга Медленно поворачивается В сторону Уникандра И блаженная Улыбка Исчезает С его лица Он глядит Испуганно Виновата На степенное Лицо Соцкого По-видимому Припоминает Что-то И паникает Головой Опять наступает Молчание Все трое Думают Соцкий Напрягает ум Чтобы обнять Воображением То Что может Вообразить себе Разве что Разве Один только Бог А именно То страшное Пространство Которое отделяет Их от вольного края В голове же Бродяги Теснятся Картины Ясные Отчетливые И более страшные Чем пространство Перед ним Живо Вырастает Судебная Волокита Пересильные Каторжные Тюрьмы Арестантские Барки Томительные Остановки На пути Студеные Зимы Болезни Смерти Товарищей Бродяга Виноватый Моргает Глазами Вытирает Рукавом Лоб На Годором Выступают Мелкие Капли И отбывается Как будто Только что Выскочил Из шарко Натопленной Бани Потом Вытирает Лоб Другим Рукавом И боясливо Оглядывается И Прям Тебе Не дойдите Соглашается Птах Какой Ты Ходок Погляди На Себя Кож До Кости Умрешь Брат Известно Помрет Где Ему Говорит Никандр Его И Сейчас В госпиталь Положат Верно Не Помнящий Родства С ужасом Глядит На Строгие Бестрастные Лица Своих Зловещих Спутников И Не снимая Фуражки Выпучив глаза Быстро Крестится Он Весь Дрожит Трясет Головой И Всего Его Начинает Корчить Как Гусеницу На Которые Наступили Ну Пора Идти Говорит Никандр Поднимаясь Отдохнули Через Минуту Будники Уже Жагают По Грязной Дороге Родяга Еще Больше Согнулся И Глубже Засунул Руки В Рукава Так Молчит Антон Павлович Чехов Мечты Читал Джохангир Абдулаев 22 Мая 2022 Год Продолжение следует...